В сквере великого генерала Гуртьева темно. Фонари еще советского времени давно вышли из строя. Оставшиеся добили вандалы. В 2013 году планы по капитальной реконструкции освещения были близки к свершению. Месяц назад мэрия провела аукцион и определилась с подрядчиком. Орловская компания взялась за дело, но то, что случилось потом, вопрос сильно усложнило. С 1 на 2 ноября, когда под начало праздников, мы столкнулись с тем, что утром пришли на объект и 100 метров кабеля было похищено. Через неделю инцидент повторился. Если в первом случае кабель свободно лежал на земле, то второй раз ворам нужно было изрядно постараться. Уже были траншеи закопаны, то есть люди уже знали, куда пришли, раскопали, достали, обрезали. Переведя в рубли и прибавив сумму за повторную работу, в компании посчитали ущерб. Минимум 15 тысяч. Хотя подрядчика сейчас волнует далеко не финансовая сторона. Времени остается слишком мало. Согласно договору, справиться с заданием должны до 20 ноября. Этот факт может повлечь за собой то, что мы вовремя не сдадим этот объект. А каждый день задержки будет стоить в разы дороже. Более 100 тысяч за каждый день. Даже после двойной кражи кабеля преступные действия не закончились. Заступив сегодня утром на смену, рабочие снова были шокированы. Установленные накануне фонарные столбы повалили. И так будем делать до одного года. Устраняя последствия ночного погрома, рабочие поговаривают. На обычное хулиганство тут уже не спишешь. Беспределом крайне возмущенные исполняющие обязанности главы советского района. Ведь и деньги на реконструкцию освещения поступили, и проект уже составили. Согласно плану, установят не только новые фонари по всему периметру сквера. Смотреться будет иначе и сам памятник великому русскому генералу. Газонная часть, которую мы сейчас видим, она будет подсвечиваться зеленым цветом. Постамент красного гранита, он будет подсвечиваться красным цветом. А сам памятник с четырех точек будет подсвечиваться белым цветом. Несмотря на кражи, работы в сквере прекращать не планируют. Полицейские тем временем уже решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Данные деяния квалифицируются как кражи. В настоящее время устанавливается сумма ущерба. Также отрабатывается круг лиц, который мог совершить данное преступление. И отрабатываются места сбыта металлолома. Продолжение следует...